Всем привет! Сегодня обзор, я бы сказал, сверхкомпактного китайского светодиодного фонарика со встроенным аккумулятором. Это фонарик-огонь, модель называется H701. По поводу сверхкомпактности. Длина корпуса, максимальная длина корпуса 9,5 см. При выдвинутой головной части, то есть при использовании зума, при максимальном зуме, у него длина корпуса составляет 10 см. Диаметр линзы 22 мм. Фонарик имеет два источника света. Как видите, здесь есть боковая панель и основной светодиод, луч которого можно фокусировать для того, чтобы освещать предметы на близком, либо на чуть более дальнем расстоянии. Почему я говорю чуть более дальнем расстоянии? Естественно, фонарик маломощный, то есть далеко светить он в любом случае не будет. Да и вообще, честно говоря, такого плана фонарики, это фонарик на каждый день для таких сиюминутных нужд, когда нужно быстро-быстро что-то подсветить. Потому что для длительного использования все-таки он не подходит для длительного свечения. Во-первых, он не дает такого совершенно яркого света. Во-вторых, вот смотрите, у него, например, вот конструкция выполнена таким образом, что вот эти вот ореолы засветки существуют, и только центральное пятно, вот вы сможете что-то, ну, осветить. Вот это все у вас освещено будет плохо. Да еще плюс к тому же он не обладает такими свойствами, как длительная работа от одной зарядки аккумулятора. Горит он порядка часа, после чего просто-напросто гаснет. Поставляется вот в таком вот пластиковом кейсе. Заряжается, ну, точнее говоря, не кейс, кейс ни слова не нравится, в футляре, будем так говорить. Это самое заряжается он от USB, от любого USB блока питания, либо даже от пауэрбанка. Разъемчик у него на входе микро-USB. Ну, шнурок это, честно говоря, такая пародия на микро-USB шнурок, чтобы просто влез в коробочку, видно. Зарядное гнездо у него находится вот здесь вот с тыльной стороны, и здесь же кнопка включения. Кнопка включения, она является еще и индикатором процесса зарядки. Во время зарядки кнопка горит красным, когда аккумулятор заряжен, она просто-напросто гаснет. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, корпус рифленый, в руке лежит удобно и не выскользнет, даже если у вас, ну, например, влажная рука, тоже не выскользнет. Брызгозащищенный фонарик, ну, и механическая прочность здесь тоже довольно высока. Как видите, присутствует зажим для крепления его, либо на одежде, ну, либо можно там в кармане сумки, например, его закрепить, чтобы он не болтался, и вы его потом легко могли найти. Три режима работы, то есть основной диод имеет два режима работы у него, либо полная яркость, либо стробоскоп. И далее включается еще следующим нажатием боковая панель. Боковая панель дает тоже довольно яркий свет, вот видите, пятно такое широкое идет от боковой панели. То есть что-то комфортное, ну, не знаю, там, замочную скважину, там, какой-нибудь электрический щиток, там, подсветить, посмотреть показания или что-нибудь еще. Ну, и просто вот чисто так экспромтом думаю, куда можно применить вот эту вот фитюльку, которая есть фонариком. К слову сказать еще, вот эта вот модель называется H-701, точно такого уже внешнего вида фонарик может называться еще H-525. Это вот особенность нонеймовской китайской вот такой техники, когда под разной маркировкой могут быть совершенно одинаковые по внешнему виду и своим свойствам изделия. На этом, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать про этот миниатюрный фонарик. Это фонарик, еще раз, огонь H-701 моделька, встроенный аккумулятор. Горит порядка, ну, вернее, работает он от одной зарядки аккумулятора порядка часа, после чего просто-напросто гаснет, и его нужно вам будет снова заряжать. Ну, и подкупают его вот такие вот маленькие размеры, которые позволяют его легко брать с собой и использовать для таких сиюминутных повседневных нужд. Жители города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Ириновском проспекте, работает каждый день, и те изделия, которые вы видите у нас в видеообзорах, они есть у нас в магазине. Пожалуйста, приходите и знакомьтесь воочию с тем или иным понравившимся вам устройством. Всем, всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал, заходите к нам на сайт. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok